На библейский портал поступил вопрос. У меня депрессивное расстройство, с которым своими силами не получается справиться, ведь уныние – это грех. Как быть? Ну, давайте, вот здесь употреблено два слова – депрессия и уныние, и грех. Ну, надо понимать, что страсть или, по-другому, болезнь души, которую мы именуем в православии унынием, является следствием, с одной стороны, нашей греховной жизни, нашей в результате нее богооставленности. И в душе возникает вот это состояние уныния. Через него, на самом деле, проходили все святые отцы, или почти все. И как они же говорят, что это та страсть, победив которую, ты преодолел все другие страсти. Уныние – это состояние богооставленности. И вот это состояние уныния нам Господь Бог иногда попускает быть не даже не в результате грехов, а вот для того, чтобы мы укрепились, доверяя Богу, что это временно, это просто мое испытание. Правда, это, хочу сразу сказать, касается больше все-таки тех людей, которые на высоком… Слово «высокое» не люблю употреблять, а на определенном уровне духовного исцеления души. Это как последнее испытание, в результате которого ты побеждаешь все остальные страсти. Мы же часто впадаем в состояние уныния, а это длительное всегда состояние, равно как и депрессия, относится к состоянию длительное. По симптомам можно сказать, это одно и то же. С точки зрения медицины просто это называется депрессия, с точки зрения православия это можно называть унынием, но симптомы одни и те же, что мы употребляем, или точнее читаем у святых отцов, что читаем у медиков. Значит, если своими силами не получается справиться, и вы попали в это состояние депрессии, то, конечно, надо обратиться, во-первых, к Богу, если вы еще не обратились, и укрепляться в Боге. Вот, в нашем святоотеческом православном вероучении. Но опять-таки, совершенно не исключается применение антидепрессантов на определенное время, на какой-то срок. Но надо помнить, что антидепрессанты могут временно, да, помогать, но они не искореняют проблему. К депрессии человек не просто так приходит. Это процесс достаточно длительный. И не надо путать состояние, скажем, депрессии или уныния с состоянием, ну, печали по каким-то событиям. Ну, или, опять-таки, с точки зрения медицины, которая у нас возникает в результате тех или иных стрессов, когда я расстраиваюсь, впадаю в печальку по тем или иным событиям. Поэтому, завершая ответ на этот вопрос, хочу сказать следующее. Укрепляйтесь в Боге, лечите свою душу от любых болезней, которые, с точки зрения медицины, являются состояниями расстройства психики, то есть также депрессия. С другой стороны, если не получается справиться, обращайтесь к врачам, к психологам православным, которые вам тоже могут помочь на начальном этапе избавиться от той же депрессии. Прием лекарств здесь иногда просто даже необходим. Но главное, помните, проблема уходит тогда, когда вы станете доверять Богу и подружитесь с Ним. И тогда у вас будет только радость. Ведь Господь сказал, «Прибудьте во мне, и я в вас, и радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна, и возрадуется сердце ваше, и радости ваше никто не отнимет у вас». Ну, могу сказать еще здесь, что вот наш центр, в котором работают и психиатр, и психолог, и педагог-воспитатель, и катехизатор, мы работаем командой и тоже занимаемся, помогаем людям решать такие проблемы, которые у них возникают, или по-другому скажем, победить те заболевания, которые с точки зрения психиатрии являются, там, депрессия та же самая, или другие всякие расстройства психики. Наш центр так и называется – Центр душепопечения и реабилитации лиц с нарушениями психического и психологического здоровья. Сейчас иконы всех скорбящих радость. Субтитры создавал DimaTorzok